Так, друзья, сейчас вот возвращаюсь из репетиции, решила записать вам ответ на следующий вопрос. Вы знаете, иногда меня спрашивают вопросы, которые меня спрашивали уже очень много раз. Иногда меня спрашивают вопросы необычные какие-нибудь, да, которые, ну, никто из нас не ожидает получить вот из блогеров. Ну, иногда какие-то есть необычные, иногда есть нетривиальные, давайте будем говорить так, нетривиальные вопросы. И вот нетривиальные не в смысле каких-то, да, там, сумасшедших, неожиданных вопросов, а в плане, ну, того, чтобы мне, да, хотелось ответить. Поступил такой вопрос от подписчицы, буквально, которая случайно попала на мой канал. Там было какое-то у меня видео обзор из морозилки столетней давности, это, наверное, видео уже там года три, это точно. Кстати, мы не отпраздновали, я забыла вам сообщить, что у меня 20 августа было 4 года каналу, толку от этого мало, конечно, но смысл в том, что все-таки обычно я какое-то видео делаю, которому это посвящается, а в этот раз что-то как-то я ничего не придумала. Я даже забыла об этом, давайте будем говорить так, с этой всей суматохой, которая была на мне. Вот, ну, в общем, что меня спрашивает наша подписчица. В общем, пишет, что случайно попала на мой канал, и что, в общем, искала такие видео, там, где хозяйки по хвостушке делятся своим опытом, что-то там рассказывают, чему-то там обучают, какие-то дают типы. И я зашла на этот канал, такая подумала, типа, ну, чем тут учиться, ничего особенного нету вообще, чем тут, чем хвастаться, чем рассказывать, ничего интересного. Но потом, посмотрев видео одно, там, какое-то другое, она поняла, что я живу в Канаде, ее это заинтересовало. И, в общем, короче, у нее, конечно же, ей стало любопытно, любопытно, как изменилась моя жизнь по приезду в Канаду. Ну, для того, чтобы узнать о том, как изменилась моя жизнь, нужно просто вообще следить за моим блогом и просто понимать, что теперь я стала более человеком семейным, чем я была до этого. То есть не нужно воспринимать меня неправильно, у меня и до этого была семья, но просто до этого я была очень такая работающая мама, у которой карьера была на первом месте, и я делала карьеру. Ну, это так, в двух словах я отвечаю человеку просто. А когда я приехала в Канаду, я открыла для себя счастье семьи, счастье материнства в полном его смысле. Как я говорю, познакомилась со своим сыном, родила второго ребенка здесь в Канаде, поэтому, конечно же, очень много что изменилось, качество жизни моей изменилось в лучшую сторону, поэтому... Так, сейчас человеку пусть уступим дорогу. И поэтому в этом плане, конечно же, да, это однозначно. Я думаю, что даже качество продуктов, которые я ем, улучшилось. Я ничего не хочу сказать, в Израиле тоже хорошая продукция, но здесь, если мы говорим про качество мяса, выбор его, то здесь это, конечно, намного лучше. Выбор, широкий выбор овощей, фруктов, которые здесь есть, он намного больше. Вот, поэтому в этом плане, конечно, мы обогатились. Ну и я выросла здесь, я повзрослела, на 5 лет стала старше, то есть даже если я жила в той стране, в которой я жила и до этого, то есть это Израиль, я бы тоже там чему-то научилась многому за 5 лет. Но здесь у меня был такой, более опыт, более, больше возможности, такой экспириенс получить именно домашнего хозяйства, продуктов и, в общем, всякого такого. Кроме этого, меня это очень интересует и все, что касается экономических тем на уровне построения бюджета, правильного для семьи. И бюджета не в плане просто экономить деньги, а вот эффективно экономить деньги, это тоже большая разница, но об этом отдельно. И вот она спрашивает, как изменились, вот это то, как изменилась ваша жизнь. Вот это в двух словах я ответила на этот вопрос. Потом, значит, следующая часть вопроса была, вот что именно в еде, что я стала готовить по-другому или что полностью новым стало для меня. Вот в этом вот именно пласт интересовал человека. То есть, как бы, да, вот в этом, и мне что понравилось, что вот именно вот этот вопрос мне вообще никто не задавал, в принципе. Вот когда я приехала, что было по-другому, когда вы приехали вот в вашей еде, что-то стало по-другому? Или вы оставили, ну, готовите те же прежние блюда, или вы готовите полностью другую кухню? Вот я отвечу на этот вопрос. Часть я уже отвечала ранее, и у меня есть видео, я его вставлю здесь в рекомендацию вам. Видео о том, что, как мне хотелось попробовать все вот эти вот полуфабрикаты. Кстати, спрашивают меня, значит, в комментарии, подписчица о том, что у нее дочь постоянно покупает полуфабрикаты, видимо, тоже живет за границей, и, в общем, говорит, что это здесь практично, что здесь этим пользуются, и что это нормально, и бла-бла-бла, и все такое. И, в общем, она ее ругает, вот что, в общем, не нужно. Вот я хочу сказать, что, как и вся любая молодежь, при том, что я приехала, знаете, не с какого-то Захрюкенского, я приехала из Израиля, из большого города, в котором было все, что, в общем-то, вы хотите себе придумать и не хотите придумать. Приехав в Канаду, я увидела выбор продукции, у меня глаза просто открылись в три раза больше, рот просто, челюсть отвалилась, вот, поэтому, конечно, хотелось попробовать все, и желательно сразу, но так как это было невозможно, тупоэтапно я пробовала, и всякий джанк, всякий дрэк, понимаете, все хотелось попробовать, потому что на упаковке все выглядит так красиво и вкусно, и кажется, что так оно и есть. И так мы учимся, ты не можешь, как бы, иначе учиться, то есть, все равно тебе хочется попробовать, и я, да, пробовала очень много, очень много всяких разных полуфабрикатов, конечно, от всего этого я отходила, потому что, ну, во-первых, это невкусно, знаете, если мне дали какой-то полуфабрикат, который хотя бы вкусно получился, то это да. Смотря что, например, я знаю, что вот есть детские чекен-наггетсы определенных фирм, очень вкусные, я знаю, что есть, значит, как он называется, филе разных рыб, которые вкусные, может быть, в полуфабрикатах, например, в каких-нибудь сухарях, да, там или там, ну, в тампуре и так далее, то есть есть какие-то полуфабрикаты, пицца, например, да, может быть вкусно определенных фирм, то есть, как бы, есть какие-то вещи, которые, да, вкусные для вас, просто для того, чтобы вы подобрали себе эти вещи, во-первых, это методом, как бы, тыка все, и, естественно, на вкус и цвет товарища нет, одному нравится одно, вам они порекомендуют, а вам на самом деле нравится другое, вам этот вкус не нравится, поэтому все пробовалось абсолютно, и это, да, то, что было новым для меня, потому что я была открыта вот к этому большому, широкому выбору, и мне хотелось все и сразу, и поэтому по чуть-чуть, вот, наверное, первые года два я точно, ну, реально, как бы, очень много пробовала, потом стала понимать, последний год я вообще уже почти этим не занимаюсь, я уже все испробовала, что можно, но я говорю, что да, нужно пробовать. Насколько нужно на это присаживаться, я не уверена, потому что даже бы, насколько женщина занята не была, сегодня уже есть столько тех же видеоблогеров, которые дают рекомендации, как можно подготовить еду, там, на выходных днях, если вы рабочая мама, как подготовить те же ваши полуфабрикаты, те же заморозить какие-то мясные блюда, те же какие-то мясные шарики, ну, то есть столько-столько вариантов есть разных, когда просто реально вам уже не нужно ходить и тратить вот деньги, знаете, на, ну, на вот это все, вот, поэтому это просто жалко денег, жалко денег, вот, ну, уже, конечно, потом вопрос вашего здоровья точно так же, он немаловажен, вот, поэтому то, что касается этого, да, пробуйте, но находите свое, опять-таки, смотрите ингредиенты, есть качественные, куда же ты лезешь, есть качественные, хорошие ингредиенты, но этот полуфабрикат, как правило, будет стоить дорого, потому что качественный продукт, например, там, мясные сосиски, они не могут стоить, например, из, там, килограмм сосисок в упаковке, они не могут, понимаете, стоить дешевле, чем килограмм мяса, тогда это уже говно, понимаете, тогда уж лучше не покупать, но если вы видите, например, там, вот эти вот не сосиски, да, вот, которые Italian sausage, то, что называется, вот эти фаршированные, да, или как домашние сосиски, как их назвать, которые фарш, забитый в кишку, если вы видите, что, а, нет, я останусь в этой линии, если вы видите, что в составе, там, мясо, ну, понятно, spices, может быть, какой-то один только лишь, там, какой-то неизвестный вам ингредиент, и килограмм этих сосисок стоит, скажем, если это, там, говяжьи сосиски, там, упаковка в районе 10-11 долларов, it's ok, потому что килограмм говяжьего фарша вам будет стоить 8 долларов, ну, по крайней мере, я говорю по ценам по Торонто, килограмм говяжьего фарша, да, это где-то 8 долларов, 9 долларов, в зависимости от магазина, то есть это нормальная цена, вы понимаете, что вы окей, но как только эта цена, скажем, 5 долларов, ну, или, там, скажем, 6, 7, 8, ну, это можно даже вообще не брать, это, вот, поэтому вот так мы обучались, вот так вот мы это, вот, изучали нашу кухню, самое интересное, что начало происходить, когда я приехала первые дни, здесь в основном, я не говорю, что везде, есть и газовые комфорки, вот, но в основном, у нас на квартирах съемных, и даже в домах, сегодня практикуются в основном электрические плиты для готовки, да, поэтому поверхности все электрические, вот, и для меня это было ужасно, потому что в Израиле, где все было у меня на газу, вдруг вода закипает там быстрее, готовится быстрее, нужно как-то все это распределять непонятно как, и, в общем, одним словом, я была очень разочарована, потому что те же самые блюда, которые я готовила дома, я, кстати, вначале не пробовала ничего нового, я экспериментировать начала где-то спустя полгода, сначала готовила обычные свои супы, там, свою курицу обычно, как я запекала, там, какие-то свои тефтели, ну, обычные блюда, но они у меня по вкусу, вот, вкус у продуктов был просто совсем другой, картошка, не картошка, помидор, не помидор, все какое-то было другое, все другой вкус имела, и даже вот, когда я компоновала какие-то компоненты, готовила какие-то обычные блюда, у нее был абсолютно другой вкус, как будто и готовила не я, а какой-то абсолютно другой человек, И меня, конечно, это вводило в шок, я не понимала, что я должна делать, какие приправы, пока я научилась пользоваться комфоркой, пока я поняла, как нужно ставить, чтобы готовить там, скажем, то блюдо, которое я готовила там одно время, по другому времени рассчитать, потому что комфорка более сильная, как ее там нужно поворачивать, то есть это все брало время, естественно, и я была всегда расстроена, и мне взяло время дойти до желаемого результата, но я могу сказать, что мне кажется, на мой взгляд, моя кухня, вкус моей кухни абсолютно изменился после Израиля, ну, во-первых, я думаю, она стала более богатая, я стала пользоваться здесь немножечко разными другими приправами, больше сухих трав использую, разные виды солей, перцев, это то, чего я не делала, в Израиле у меня был соль, перец, паприка и все, иногда там я могла купить приправу для плова или что-то, что-то еще, сейчас у меня немножечко больше все-таки спектр приправ, вот, ну, и качество продуктов, я думаю, немного лучше, и их верояте, вот, разнообразие, это то, что изменилось, но в последнее время, вот, вы знаете, много я об этом говорю, и много у меня видео о питании, и связано, конечно, со здоровьем моего супруга, он, к сожалению, очень много не может что себе позволить есть, и мы рядом с ним, поэтому сегодня мы приходим к более простой еде, в плане того, что там меньше приправ, меньше какого-то там супер-пупер другого разнообразия, то есть, да, овощи, фрукты, какие-то крупы, супы обязательно в нашем рационе, то есть, ну, вот, чтобы что-то из рядовой выходящее, нет, то есть, я могу сказать, что, да, я готовлю то, что я готовила раньше, но просто это все у меня, скажем так, улучшилось, я знаю, могу сказать, однозначно, что кухня у меня стала лучше, чем я была, ну, во-первых, опыта нам поднабралась, стала старше, вот, и, конечно, однозначно, я могу сказать, что сейчас моя кухня намного лучше, вот, поэтому, вот это то, что касается, вот этот вопрос мне понравился, потому что мало кого именно интересует, вот, что для меня изменилось в еде, то есть, и сейчас я уже привыкла к этому вкусу, сейчас мне уже моя еда вкусная, и все эти вкусы мне вкусные, и есть вот запах у продуктов, и фруктов, и всего этого, то сейчас все уже намного лучше стало, но не сразу было так, это все взяло время, у меня вот на эту тему небольшое видео есть, вот, как по поводу полуфабрикатов, того, что, как хотелось все попробовать, я найду его, вставлю вам здесь, вот, поэтому спасибо вам огромное за вопрос, я надеюсь, вам было интересно, вы немного со мной посмотрели мою дорогу домой из такого города, как Гудбридж, кто живет в GTA, Гудбридж вообще когда-то давно, это был итальянский район, ну, в принципе, у многих до сих пор, как бы, в голове сидит, что это итальянский район, там, где живет в основном итальянская мафия, итальянцы, они заселяли этот район изначально, сегодня, конечно же, как и большинство районов, он уже достаточно смешанный, но все-таки, конечно, итальянцы остались там по-прежнему, в этом районе до сих пор все итальянские рестораны и развлечения, вот, и мы ездили уже, в общем-то, в то место, где мы, у нас проходила репетиция, в том месте, где мы будем непосредственно выступать, репетиции там будут проходить последнюю неделю, перед выступлением будут все репетиции проходить там, то есть в среднем это три раза в неделю. Короче, осталось мне немножко порепетировать, вот, и это дорога домой, время у нас сейчас уже 8 часов, мои дети уже помыты и готовы ложиться спать. Сегодня второй день школы, и я чувствую, конечно, что вот эта репетиция, знаете, эти три часа, которые я провела вне дома, они классные, но никогда у меня дети еще требуют моего внимания, потому что Идо хотел немножко еще поболтать со мной, но мы поболтаем с ним еще на ночь. Вот. А с малышкой я буду спать, я сейчас, кстати, с ней не все сплю, чтобы она не чувствовала одиночества, чтобы она чувствовала, что мама здесь рядом. Ну, вроде бы у нее таких больших проблем нету на все вот эти темы, так что пока что я с ней поддерживаю ее, но всего лишь был второй день, и он был первый полноценный день, потому что первый день у нас был всего лишь полтора часа, чуть больше, а второй день уже был целиком с 8 до 3, то есть не с 8, а с 9 до 3. Вот. Так что, конечно, переживали, но все прошло хорошо, ребенку нравится, конечно, она не все съела, то, что я дала, но я подозреваю, что она просто не успела, потому что много отвлечений вокруг, дети, видимо, они разговаривают, как-то что-то там, не знаю что. Вот. Дом она, то, что не доело, она доедала дома, когда пришла сразу. Вот. Поэтому будем посмотреть, как это будет двигаться, но с сегодняшнего дня ее рутина полностью меняется, и жизнь обретает новые краски. И это, конечно, все очень впечатляет, очень волнительно, и очень приятно, с одной стороны, с другой стороны, ты понимаешь, что ребенок все, теперь это навсегда. Вышел на работу, начал свою взрослую жизнь, детство заканчивается, вот, начинается режим, вот, и настоящая, наверное, детская жизнь, она и есть. Садик, друзья, ситуации разные, в которых дети растут, взрослеют и понимают, что, например, так вот делать можно, а так уже нельзя. Или если мы сделаем вот так, то будут вот такие вот последствия. Вот. Так что, наверное, начинается такая уже взросление, взрослая жизнь. Бэйбики уже закончились. Так что это, конечно, все очень волнительно для меня, как для мамы. Ну, для папы это менее. Папа, наоборот, за то, чтобы ребенок взрослел и попадал в разные там интересные ситуации жизни. Я, конечно, тоже за это, потому что в этом и заключается наша жизнь, наш опыт. Вот. Но все равно я понимаю, что ребенок уже повзрослел, стал еще на один этап старше. Вот. Все. Это был ответ на такой незатейливый вопрос, но для меня нетривиальный. И мне он очень понравился. Спасибо за вопрос. Спасибо, что дослушали это видео до конца. Если вы подписаны на мой канал, благодарю вас за это. Следите за дальнейшими видео. Если вы не подписаны, то буду рада видеть вас в ряду своих подписчиков. Также хочу вас пригласить на свою страничку в Фейсбуке, на страничку моего канала «По будням с Инной», где вы можете видеть более интересные вещи, чем вы видите на канале, какие-то ивенты, которые будут проходить. Так как скоро я еду в Израиль. Пока что много отзывов я не получила, но я жду, продолжаю вас ждать, людей, которые, если мне кто-то что-то поможет организовать. Скорее всего, как я вижу, сейчас будет одна точка встречи. И я еще пока что не знаю где. Предполагаю, что это будет решен лицион, потому что это будет более удобно для всех съехаться туда со всех сторон. И большие подробности будут далее. Так что подписывайтесь на мою страничку, лайкайте мою страничку в Фейсбуке, становитесь мемберами нашей группы. И следите за жизнью в Канаде. Спасибо вам. Всего хорошего. Хорошего вам дня. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok